Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, перед нами неделя Пурима. Завтра, понедельник, вечером начинается праздник Пурим. Некоторые относятся к этому празднику так, снисходительно, ну что такое там, карнавал, маски. На самом деле, это один из самых великих праздников. Написано, что Йом-Кипур, великий Йом-Кипур, который люди все в белом голодают, Йом-Капайнаевритик, как только как Пурим. Это великий как Пурим. То есть Пурим намного выше. Написали мудрецы, что в будущем отменены будут и Пейсах, и Шавуот, и все, что хочешь. А Пурим останется. То есть Пурим что-то есть такое, что намного-намного серьезнее и ближе к следующему миру. Написали мудрецы, что тот, кто думает, что события Пурима касаются того, что происходило тысячу лет назад, не выполнил заповедь. Надо четко понимать, что это касается только нас и только сегодня. Пурим повторяется в каждом году. Что произошло? Собрались люди, и в результате каких-то действий не задали себе вопрос, а есть ли Бог среди нас? Вообще есть Бог? Или все там нормально? И как только появилась вот эта вот трещинка, как только появилась вот эта вот, ну, скажем так, сомнение, мы вернемся к нему, то между Богом и Его созданиями образовалась брешь, дистанция, пропасть сомнений. Имя этой бреши называется Амалек. Гематрия подтверждается аналогией. У слова Амалек такое же числовое значение, как у слова Софет. Вот этот Амалек написано «Война у Бога с Альвеком до конца». С сомнением, с непониманием, с неверием. Вот с этим Бог борется. Источник Амалека пробился после этого в мир. И родился вот этот вот проклятый Аман, который решил уничтожить весь еврейский народ. Я надеюсь, что все знают могилу, понимают, о чем разговор идет. Если нет, я попытаюсь потом рассказать, но не сегодня. А давайте вернемся к Пуриму. Амалек – это дистанция между Богом и человеком. Амалек – это дистанция между Богом и миром. Амалек отделяет Бога от мира. Он ослепляет человека, мешает увидеть ему правду. Вы много раз встречали людей, которые вас охлаждают, которые говорят, что там вы бросите. Вот это Амалек. Это Амалек или немножко еще не соображают. Пурим – это время масок. На том отрезке еврейской истории Бог спрятался. И вот по сегодняшний день продолжается это. Надел маску. Но он не отдалился. Вдумайтесь сами, если кто-то отдаляется. Ему не надо маску. Он и так не узнал, неизвестно где. Достаточно одного расстояния. Не, маска нужна тогда, когда ты находишься близко, но не хочет, чтобы тебя узнали. Маска – это вот все в мире, что мир, вообще мир, природа, все – это маска Бога. Она скрывает его присутствие. Но достаточно сорвать маску. И в любой ситуации, в любом мире, мы увидим с природы, источник увидим. Сомнения – наше главное испытание в этом мире. Все, что происходит вокруг, может казаться случайным совпадением. В современной культуре вообще преобладает идеология Амалека. Ничто не имеет абсолютного значения, все случайно. И тогда возникает ситуация Пурима, не дай бог, конечно, в начале. Что произошло? Ведь что бы ни происходило раньше во всей истории мира, у евреев не было такой критической ситуации. Даже Холокост, он продолжался, там сколько, 5-6 лет. А это в один день всех уничтожить. И что произошло? А с чего это началось? Пир, царь устроил пир. 180 дней пира. И написано, что все, возникла проблема, потому что они стали получать удовольствие от этого пира. А почему? Почему царь устроил пир? И что ж тут такого, что пошли и выпили? Все было кошерное, напитки кошерные, еда кошерная. Повод пира. Царь устроил пир, как Ашверош, потому что он посчитал, что закончилось время, отведенное пророками, и никогда больше третий храм не будет восстановлен. Нельзя было принимать участие в этом пире, потому что это был пир похороны Иерусалима, похороны надежды, похороны надежды на третий вечный храм. А когда человек перестает надеяться, он Богу не интересен. А когда все люди вдруг перестали, ну тогда возникает катастрофа. Давайте о хорошем. Это праздник огромной радости. В этот день качество радости как бы на небе открывается и приходит на землю. От того, как ты проведешь пурим, с радостью или нет, зависит от того, как проведешь ты целый год. Потому что человек, который не радуется в пури, ему не выделяется радость в году. И вот есть еще одна вещь, которую надо перед пулем понять. Большой секрет. Обычно написано, что если кто-то нас просит, мы там дайте кусочек хлеба, мы не проверяем. Ну чуть больше что-то просит, мы уже начинаем смотреть там. В пулем написано, каждому, кто протягивает руку, дают не проверяя. Почему? Потому что написано, Бог исполняет заповеди. И значит, он исполняет такую же заповедь. Выделять человеку то, что он просит, не проверяет, достойно или нет. Поэтому, если ты перед пулем дашь, поможешь бедным и так далее, то Бог тебе отнесется точно так же. Бог не будет проверять тебя. Эх, короткое время не хватает. Продолжим, если с Божьей помощью завтра, подготовьтесь к празднику. Это великий праздник. Надо обязательно настроить себя на большое веселье. И тогда большое веселье спустится к вам с неба. Брахавы от слаха. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok